Как показывают опыты, статистика заболеваемости, дети в значительной степени подвержены заражению новой коронавирусной инфекцией, чем взрослые. Но, тем не менее, в группе риска могут оказаться дети школьного возраста. Осложнения также возникнут, если у ребенка имеются какие-либо наследственные болезни. Ахмат Халкечев продолжит тему. Первое, на что должны обратить внимание родители, это повышение температуры. Если в течение трех дней она высокая, то к врачу нужно обратиться незамедлительно. Родители, дети которых заболели, обязательно должны обращаться. Обращаться за медицинской помощью. Сначала обращаются к участковому врачу-педиатру. Далее по необходимости обследуемся. Делаем мазочек и рентгенография органов грудной клетки, если есть необходимость в этом. Как говорят медики, выраженной клинике в абсолютном большинстве случаев у детей не наблюдается. Тем не менее, специалисты призывают к бдительности родителей с детьми от 7 до 18 лет. Ну а те, кто помладше, зачастую являются вирусоносителями. Но при наличии каких-либо наследственных заболеваний, даже у ребенка могут возникнуть осложнения. С сожалению, отмечают врачи. Если имеются осложнения в виде сахарного диабета, или имеются еще другие какие-то эндокринологические заболевания, ожирение, допустим, конечно, в этом случае могут быть и эти же осложнения, но они уже поступают в стационар. Детей, у которых коронавирусная инфекция дала осложнения, со всей республики везут на лечение в Усть-Джигутинскую районную больницу, которая сейчас временно переведена в статус COVID-госпиталя. Детский стационар рассчитан на 20 коек. Сейчас здесь лечатся четверо детей. Дети, которые находятся у нас в Усть-Джигутинской больнице, в детском отделении, со средней степенью тяжестью заболевания. Имеются дети, у которых имеется и пневмония осложнением идет, да, и вирусное пневмония при коронавирусе. Получают лечение в полном объеме и в полном объеме также обследуются. То есть тяжелых случаев пока еще не было? Чаще всего коронавирусной инфекцией заболевают дети, которые оказались в так называемом очаге. То есть в семье, где уже имеются COVID-больные. Следовательно, в подобных случаях взрослым необходимо быть особенно бдительнее. Ахмар Халкечев, Ислам Урумов, Вести Крачаева, Черкесия.